Я в очередной раз сегодня предлагаю поговорить о чувственном наслаждении, потому что к нам комментарии на философский струм задали очень интересный вопрос, связанный с тем, чего мы именно хотим. Когда нам хочется яблока, вот хочется яблока. Нам чего хочется? Хочется яблоко или хочется не хотеть яблока? То есть мы свободного от желания яблока. Что нам хочется сделать? Я признаться ответа на этот вопрос не знаю. Единственное, что хочется сразу же заметить, что вполне возможно, что обе состояния существуют вместе. В перепутанном состоянии? Нет, не в перепутанном. Наверное, то одно, то другое. Вряд ли в перепутанном. Ну а почему только два, может что-нибудь еще и третье? Может быть, может быть. Я предлагаю этот вопрос исследовать по большому счету, потому что человек, который нам это написал, пишет нам, что это имеет какое-то отношение к бизнесу и к современному. Может быть, имеет. Чем это основывается? Ну то, что это имеет к деятельности маркетологов, это безусловно. Потому что все, что ты делаешь, когда ты работаешь с рекламой и с товаром, то ты работаешь по большому счету с влечением, с вожделением. С желанием. Да, что ты хочешь делать. Точно так же здесь мы имеем некое желание, желание яблок. Вот что мы, на самом деле, нам хочется. Нам хочется замкнуться в неком состоянии нежелания, после того, как мы его сделали, вернуться. То есть у нас есть некоторая ситуация, например, когда мы страдаем от жажды. И мы... Ну или в туалет. Человек не хочет, он не хочет в туалет, а он хочет просто сводиться. Это у тебя мой пример. Да. И вот то, что касается яблока. Бывает, вообще говоря, такая ситуация, когда нам действительно хочется яблока. Это раз. Или всякий раз мы пытаемся что-то издавать. Ну разница существенная. И когда мы испытываем голод, мы желаем наесться. Но бывает так, что хочется вот этот самый бутерброд. Вот этот самый бигмак. Вот весь просто жролечение чистое, незамутненное, платоническое бигмак. У нас когда голод, но есть не хочется. Я думаю, просто это воспоминание о вкусе бигмака. Если человек никогда не ел его, то он его и не захочет. Ну вот непонятно, что значит такое бигмак. Это раз. Но это уже совсем другое. Во-вторых, кажется ли, что здесь есть некоторая форма, о которой можно говорить. То есть есть некоторая форма желания. И не означает, что в отличие от животных, которые, например, просто прибегают к вещи и, как бы сказал Гекильо, поедают, получается, что в любом акте желания мы соотносимся сами с собой. Что это значит? Ну, в том, что оно имеет некоторую форму. Раз оно имеет некоторую форму, то мы сразу же относимся сами с собой. Это раз. Это первое. Во-вторых, что она, это форма, конечно, для себя, но не очень сильно для себя. В основном, это форма в себе. И мы можем положить эту форму желания в качестве ситуации для себя бытия. Ну, здесь разговор плохой, потому что, на самом деле, ты той концепции, которую ты развивала ранее, там, вот я же получал, что субъектов-то много. Нет, это часто в классической схеме, что есть субъект, он желает. Такого не бывает, что субъект желает. На самом деле, тот субъект, за которого мы себя идентифицируем, он желает очень мало что. Просто желается. Вот как вы говорили, в туалет сходить. Ты что, прям я желаю в туалет сходить, что ли? Я вынужден, датчик сработал, условно говоря. Я вынужден, я не хочу идти, мне много другого интересного, я хочу здесь посидеть, поговорить, еще что-то сделать. А мне вот надо, и все. Так что, этот разговор, я говорю, как бы сваливать в классическую схему, это уже, ну, как же, мне кажется, так уже не правильно. Я же говорю, да, я согласен с тем, что, по большому счету, любое наше желание, то есть это самое яблоко, любое наше желание, это просто желание какое-то. Или что-то еще, оно как бы и наслаждение, оно как бы нам приносится, или может, и из-за них. То есть то, к чему наше собственное сознание не имеет отношения. Она просто с этим готова справляться. В этом смысле я говорю, что она просто может быть... Хороший пример со страхом. Неужели мы желаем страха? Не желаем, но страх приходит к нам, мы вынуждены с ним считаться. Так же со всеми другими вещами. С печалью, с радостью, приходит радость и все так. Также и желание приходит. Некоторые желания просто приходят к нам и ставят нас перед фактом. Вот и все. Со страхом все-таки иначе. Бывает же беспричинное чувство страха. Нет, причинное чувство страха бывает. Я имею в виду, что все равно мы во власти страха. Точно так же есть беспричинное чувство голода. Когда хочется просто есть. Прямо сейчас чего-то хочется есть. Но здесь как бы ситуация, она другая, может быть, потому что если мы желаем очень сильно вот это самое-самое, вот это яблоко, вот это, это, это. Вот такая вообще ситуация, она доступна нам или возможна? Или всегда у нас есть чувство голода? И если чувство голода, то нам вот-вот-вот сейчас что-нибудь съесть. А если мы знаем ситуацию о яблоке, то значит нам хочется вот именно этого яблока. Красного, спелого. Тут может быть, короче, пример женщины. То есть хочется именно конкретно эту женщину, а не вообще каких-то. Да. Ну это, да, тоже известный анекдот, что два друга встречаются, один на другом говорит, господи, как женщина-то хочется. Так у тебя же жена есть. О, так ты еще вспомнил. Да, вот, ты, 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 ты прав, конечно. Вот, по, по поводу конкретных, конкретных женщин. Ну вот это я возвращаюсь к тому, что ты выдвигал уже концепцию по поводу того, что ты видишь не просто там шар медный, а ты его, и его медность у тебя возникает в момент, когда ты его видишь, когда ты его создаешь, медность его создаешь. То есть твоя форма создается вместе с этим самым. Да, так вот я говорю, что я зацепиться в эту штуку самую никак не могу, потому что вопрос сказал бы ясен. Любой маркетолог скажет, что есть желание. То есть задача маркетолога чувство легкого голода. Отвязать конкретику от желания? Да, да. Чувство легкого голода преобразовать чувство желания съесть именно то самое яблоко. То же самое вот эта вещь. Поэтому этот вопрос задает совершенно правильно. Это же важный вопрос. Потому что... Да, настоящий философ говорит, что... Скажет, конечно, что нет желания вот этого яблока, а есть только некоторое желание. Вот они в голове. Но это слишком философ, слишком настоящий. Это тот самый философ, который философ, что называется, цехи, который всю жизнь готов жить в бочке и так далее, или ходить по рынку. Да, такие философы бывают, но тем не менее, в действительности. Что делает нас, превращая желающих вот это самое конкретное яблоко? не испытывающее чувство голода. Это раз. Это второе. Если действительно речь идет не о неопределенном желании, которое надо утолить, то вообще говоря, вот эта ситуация, я желаю это яблоко для того, чтобы больше не желать. Да? Вот оно конкретно, так же конкретно, как яблоко, или оно абстрактно? Когда тебе важно вот именно в этот момент что ты запросил саму себе. Есть ли в этом я? Вообще, в принципе, когда ты желаешь, что не говоришь, я. Ну я, кто же еще? На самом деле, как бы, есть еще вопрос, это поставленный, что-то маркетологи, пытаясь сформировать маркетологам что-то поставить. На самом деле, они формируют желание, они пытаются, есть какие-то желания, естественные, или какие-то на них работают. Они на самом деле, формируют. Всегда желание надо формировать. То есть, на самом деле, вопрос всегда состоит от того, что мы, по опыту моему, мы всегда желаем непонятно что. Желание есть, нужно его сформировать. Надо просто сформировать, нужно направление канализировать. И ты начнешь желать. Чего-то хотелось. Чего-то хочется всегда. Даже когда утолил все потребности как бы утолил, вроде покушал, поспал, в туалет сходил, везде все, все дела, все сделал, и все равно что-то хочется. Поэтому надо предложить, а на самом деле, ты вот сидел и должен желать вот это, что ты на самом деле хочешь вот это. Вот так должно быть. Да, сто раз маркетологи говорили, что по большому счету они пытаются продать людям два способа. Они продают людям либо страх, либо счастье. Слыши. Либо счастье, но когда ты думаешь, что ты бы вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Полагают, что желание есть, независимо ни от чего. Что любить девушку можно только, если у тебя есть этот кабрионет какой-нибудь. Уни Мерседес. Вот твоя тема такая. уже изъезженная, где-то... Уни Мерседес. Уни Мерседес. Уни Мерседес. Уни Мерседес. Уни Мерседес. Уни Мерседес. Что им вредить? Как раз философия Ацахина. Ну, безопасность нужно обеспечить, то есть покупать все-все-все-все. У тебя не должно быть пальмового масла, не должно быть антибиотиков в кольце, потому что это очень страшно. Про яблоко, понимаешь, здесь ты съел одно. Ты удовлетворил, нет? Нет, наверное. А еще, еще. Могу съесть и килограмм съесть. А вот когда закончится? Если это конкретно яблоко, то удовлетворилось. А если вообще яблоко? Нет, нет, не удовлетворилось. То есть я съел, мне еще хочется. Нет, ну, вообще говоря, есть такие-то примеры в древности, в античности, что там ставили стол, как бы пир горой, как бы все ели, а потом шли в одно место, там все обратно вырыгивали и как бы продолжали ехать. То есть бесконечное наслаждение. Да, как бы пытались продлить максимально, насколько это возможно. То есть здесь явный пример, что не закончить что-то, а наоборот продолжать и продолжать и продолжать. И желание оставаться в этом состоянии. Жаль, почему? Ну, наслаждение. Именно наслаждение. Они уже ничего не жаждают, но на самом наслаждении от еды, наслаждение от процентов... Не реализация же потребностей, они уже там просто... Да, но все уже там реализовано. То есть отношение с собой как форма и желание. Именно как форма, потому что содержание на третьем килограмме яблок закончится. Закончится, да. Да? То есть вот такое свое... Ну, можно потом эти три килограмма пойти вывернуть и дальше продолжать. Вот будет пятый. Нет, на самом деле, опять же, если это вспомнить, опять-таки у нас есть еда-дежурный пример, да, этих всех каких-то гурманов, да, они же на самом деле не пытаются одно яблоко есть, они пытаются всего понемножку. То есть много блюд, там каких-то разных, там попробовать того, другого, пойти какой-то специфический вкус, там какие-то смешать, какие-то вкусы, там что-то в этом почувствовать. То есть вопрос, не идет, наверное, в каком-то яблоке, по-моему, как бы говорить о том, что можно еще какой-то предмет желать, как бы, да, типа яблоко, там, ну, в смысле... Они могут сказать, да, они могут сказать, что есть... Хочется наслаждение, да, более правильное. Желание разнообразной пищи, там, или таком какой-то. Нет, скорее вопрос, правильно поставленный, что там, хочется наслаждения, да, более общего. А там, да, а там уже, как бы, что принесет? По поводу римского примера, у меня такой опыт, чешское пиво. Вот сидишь, Господи, в краге, пьюшки, а у меня вот такой, так так сонесены алкоголь и мочегонное, что ты встаешь, что в одном алкогольном напленине не пенишь больше. Ты можешь сидеть 2 часа, 3, 4 часа и бегаешь в туалет. И тебе приносят бокалы, приносят, приносят, приносят. Организм успевает переработать. Да, алкоголь не превышает. То есть ты успеваешь тут за разговором все это выливать и в принципе, в принципе, вот так по Праге походишь, а не видно пьяных. Все господи забиты, все, народ сидит, пьет пиво часами. Бар, да. Бар, да. Вот. Все забито, все выходят, все нормальные. Вот тоже человек ради удовольствия, а не ради, вот мне хочется этого конкретного пива и вот его вот. быстрее, быстрее выпить и освободиться от желания выпить пиво. Ну, видите, мы опять в конфетике оказываемся, потому что, как бы, вопрос, то он чего, все-таки, яблоко хочется или хочется наслаждения? Наслаждение. Если я знаю, что у меня максимальное наслаждение было от яблока или максимальное наслаждение там было до 3-4? Это предельно рефритивная ситуация, то есть ситуация, когда яблоко хочется бывает, потому что ситуация хочет... Почему не бывает? Есть же потребность, да, бывает потребность. Хочется именно яблоко, какие-то вещества, условно говоря, яблоко. Потому что хочется наслаждения, наслаждение, типа, бывает, от яблок. Понимаем, что это уже трехчастичное... С какого момента начинаем избирать? Допустим, мы удовлетворили все потребности и тогда надо разговаривать. Тогда вот хочется яблоко, это специфическое нечто. А если до этого процесса, до этого правила, может же... Яблоко... То есть, можно сказать, что яблоко выступает как бы в двух поставках. Первая, когда он таляет голод, а вторая ситуация, когда она является предлогом для удовлетворения желания к наслаждению. Если первая ситуация двухчастичная, хочется голода, поэтому я испытываю наслаждение. То вторая ситуация, она как бы трехчастичная. Чистая форма? Когда, да, хочется наслаждения уже, то есть, это рефлективная ситуация. Вот такая вот какая-то странная непосредственная рефлексия. В этой странной непосредственной рефлексии получается, что опять, ну, конечно, как всегда, это рефлексия, я соотношусь с самым собой, но вот она как-то вот такова. То есть, яблоко остается предлогом, но хочется именно наслаждения. То есть, не хочется уже ни яблока. То есть, нет ситуации непосредственного удовлетворения потребностей. А хочется наслаждения. А наслаждение как бы связано с яблоком. Вот такова ситуация. То есть благодаря яблоку мы относимся опять сами собой. То есть это что? Это, казалось бы, та же самая платоновская ситуация, которую он приписывал чистым наслаждением сознания. Да? Чистое наслаждение сознания. То есть что получается? Он говорил о геометрии в кусок всякой умственной деятельности. А тут получается совсем иначе. То есть ты идешь в качественный ресторан Мишленовский. Хотя бы одна звезда, а может две. Но никогда не было бы понятной причины. Да? Ни в одной ресторане. С какое-либо количеством Мишленовских звезд. Вот. Ты в него идешь и ты в нем, хотя я обожаю фильм смотреть. То, как завоевывают Мишленовские звезды поп-повара. Ты к нему идешь и как бы относишься. Вот там вот эта с Сашей описанная ситуация оказывается, что благодаря вот этому кушению яствы, специально приготовленное яблоко или что-то такое, я получается не удовлетворяю голод, а как бы стремлюсь удовлетворить волю к наслаждению. Вот так. Ситуация воли к наслаждению, она оказывается чем отличается, чем ситуация простой воли, простого владения. Не, ну надо же понимать, что только что в данном примере там это еда это только пример. Да, конечно. Это может что угодно быть, что угодно приносить наслаждение. Поэтому как бы здесь нету какого-то низкого, как бородового. Ну те же, те же бородовские идеи, скажем, та же геометрия, да? То есть у тебя треугольник в голове или тебе хочется его нарисовать на бумаге? Не знаю. Треугольник точно не в голове, да? Ну а как у тебя существует? Как у тебя фигура? Точка есть? Точка есть? Точка нет? Точка нет? Точка нет? Каким ты хотел увидеть итоговый момент? Вот допустим, поговорили-поговорили и пришли к результату. Вот наконец-то мы поняли. В каком виде это может быть? Ну и результат было бы неплохо получить, но по крайней мере, чтобы иметь почву для обсуждения в дальнейшем. Потому что я его как бы так затронул и что-то не думается. Взялся вопрос, но не думается. Практически яблоко съесть или насладиться на... Нет, так получается... Для маркетолога. Без разницы, что вы продаете, да? Подведите это под наслаждение. Придумайте новую потребность. Ну они это знают. Они это знают. Они этим и занимаются. Они этим и занимаются по большому счету. По большому счету. Ну да, реклама, наверное, короче. То есть неважно, что там рекламируется, да? То есть ты получаешь какое-то наслаждение от рекламы, все надо так сделано. То есть легко понять, что такие вещи были, вот когда продукт, ну действительно некий необходимый продукт. Можно там, ну там, в год, скажем там, 46-го, 47-го года. Трудно было рекламировать хлеб или правда, да? Ну, опять же, у тебя два разговора сразу смешанные, я говорю. Разговор о потребности, да, удовлетворении нужды, это один разговор. Да, мы так и говорим. Ну, говоришь о хлебе, о хлебе там трудно. Мы так и говорим, да. Мы пытаемся... То есть мы удовлетворили все потребности, находясь в ситуации, вроде как уже ничего не надо, да? То есть, как бы, вот и возникает вот чистое наслаждение уже, да? Наслаждение потребности. Яркий пример чистого наслаждения, когда мужчина дарит женщине бриллианты. Сам бриллиант по себе. То есть это чисто раздутая история с традицией дарить бриллианты, восхищаться бриллиантами, высокая цена на бриллианты. Само по себе эти камешки и стекляшки, они не удовлетворяют никаких потребностей. Где-то я несколько раз натыкался на обсуждение ситуации, что просто дутая история, специально созданная, специально придуманная и развитая, чтобы было на крыле бриллиантов. Ну что вы хотите сказать, что человечество уже несколько-то веков занимается этими бриллиантами, это не имеет никакого... Такого масштаба, которое было в XX веке, например, не было, что особенно у нас не так. А на Западе ты просто как бы обязан девушке перед свадьбой подарить бриллианты. То есть вот ты делаешь предложение, у тебя крыльцо бриллианты. А сколько карат? То есть это мода, наверное, просто. Да, это есть мода. Традиция. Но мода специально культивированная традиция. Ну да, такая своеобразная, как кавказская свадьба. И в принципе рассчитан на удовольствие, да. Вот ты получаешь удовольствие. Я не думаю, что несчастный кавказец, который вынужден заговорить по семинариям. Свадьбу какую-нибудь там забацать здоровенно-произдоровенно-произдоровенно за большими брошей, он счастлив, выкидывает кучу денег. Ну традиция такая, общество такое, арахаическое. Почему несчастлив? Если он удовлетворен тем, что он собрал обычаи предков, и все его считают, думают, что он несчастлив? Ну потлощ, он должен был ставить такой своеобразный потлощ. Там, может быть, не удовлетворен, но, и говоря о бриллиантах, он точно удовлетворен. Я думаю, что точно, потому что здесь есть как бы сам акт. Ты девушке даришь бриллианты, она счастливая, то есть она обязательно счастливая, потому что она получает вот просто ни за что, ни за что, ни за что красивый кавказец. А он доволен, ну трудно себе представить, что он где-то будет мыслить, что да, я последний день. Я думаю, что это скорее рассказ больше. Такой, ну не знаю. Наратив. Да, наратив, да, с рассказом. Нет, ну вы привели пример с бриллиантами, это просто мода, да? И вот сравнили, допустим, ту же Францию, да, и Советский Союз, в Советском Союзе не было традиции там массовой, да? Потому что я вообще мне... Традиция дарить кольца. Ну, вручай. Золото было, да. А золото было, да. Вы это искатываетесь философского разговора. Нет, ну можно, да, это другой вопрос. Говорите о бриллиантах. Разница, что в принципиальном происхождении. То есть традиция с бриллиантами была искусственно просто рассчитана, и это не стихийное проявление, а маркетологовое действие, рассчитанное на наполнение рынка бриллиантами. Ну, то есть маркетологи так и создают желание. А в 900-х годах было вот это так сделано, да? Мы не используем. А в 800-х годах было по-другому, да? Да, да, да. Ну, сейчас понаполе на бриллианты в Бире, и... Уже нет, все. Это все? Рухнуло. Варианты никому не нужны. В год падает на 18-20 процентов цена. Наши голоса продать их не может. В результате продал в госхрам. Три года назад за этой равнице цена еще на по центру 30 упало. То есть 300 миллионов долларов. Биллианты алмазы это одной тоже? Да, туда. Биллианты алмазы. А кратили алмазы. А это один и тот же кусок... Ну, тот же самый. Один кусок... Ну, тот же самый. Биллион? Биллион, да. Нет, там сейчас полная трагедия творится. Давайте вернемся к философии. Давайте. Ну, так вот, значит, вот эта самая ситуация. Может она развиваться в какую-то другую ситуацию, кроме жажды наслаждения. То есть у нас яблока как яблока нету, а есть у нас жажда наслаждения, которая обеспечивается там. Яблоко другой формой, трофеями, еще чего-то. Нет, ну просто вот интересно, я говорю, что если разговаривать о том, что есть множественный субъект, тогда, то если один субъект желает, то другой субъект наслаждается или как? И вообще, если, например, то, что мы называем яблоко сами себе... Ну, они же подразумеваются, что это один и тот же субъект. Ну, еще раз говорю, что классическая схема, на самом деле, она давно уже не работает. Если кто-то пытается работать в классической схеме, то это просто... Он строит иллюзию, такую бесконечную иллюзию, она уже просто не работает по факту. Это просто не так уже, и психология там уже... Везде уже все построено на том, что даже вот эти опыты, там, связанные с волей, везде все построено на том, что работает все не так. Нет никакого нашего внутреннего какой-то воли, которая дает толчок этому желанию. То есть мы как субъекты не являемся причинами каких-то наших волей, наших желаний. Все построено как-то иначе. Скорее, то, что называется я, оно является субъектом протерпевания. То есть, в частности, оно протерпевание и наслаждение. То есть, как бы, нечто в организме что-то желает, да, там. А всю прибыль получает в виде там какого-то бонуса, вот это вот я, да, который наслаждается. То есть здесь... А наслаждается ли я, кстати? Кто наслаждается, я или и... Я прибыль претерпевает. Да, оно протерпевает, именно оно как бы... Приписывается. Свидетельствует, что вот я наслаждаюсь, да, вот именно оно. То есть, когда завтра ты будешь вспоминать, это я наслаждался. Да, припишешь все себе. Это приписка какая-то. Да, это же... И лучше всего это сделано в первом... Ну, это... В Бэтмене. У Привина. У него, грубо говоря, есть человек, который заражается неким паразитом, так называемым языком. Этот язык потребляет Бадлс. А. Ну, или предков там. Но употребляет он его. К этому человек не имеет никакого отношения. Для того, для него сам процент дозы от этого очень болезненный. Для того, чтобы человеку скасить это одиночество, вот язык, в принципе, выкидывает ему в кровь большое количество всевозможных эндорфинов. То есть, поиспытывает чувство необыкновенного экстаза человека. То есть, это там компенсация для всего. Вот так и половой акт. Он тоже для организма. Это катастрофа, ужас и что-либо еще. Но чтобы эволюция приспособилась, приспособить это дело в качестве наслаждения. Такую порцию эндорфина, что то, что по своей сути ужасно, превращается в актуальное удовольствие. Это вот другой разговор. Это то, о чем говорит Булат о таком развлечении. Там просто упирает на различного. У него есть паразит, который управляет хозяином. Ну, постоянно эта штука «Наполеон на коне». Что думает конь? Что думает Наполеон? Мы же не знаем, что думает Наполеон, который сидит на коне. Но, тем не менее, он гонит коня туда, туда и туда за морковкой. И вполне возможно, что конь, наполеон, должен думать, что это желание именно самостоятельного коня, а не Наполеона, у которого она присутствует. Точно так же и по каким-то странным причинам ему нужен этот самый Баблас. Человек начинает думать, что он его хочет, потому что ему познакомили все такое эндорфин после применения этого самого Бабласа. Ну, это вот таков разговор о различии того и другого. То, что они могут быть разъединены по различного рода субъектам. Тогда вот, возвращаясь к Владу, говорю про Ядлоко. Действительно, железа не хватает. И нечто, какая-то часть моего организма желает это. И для того, чтобы человек пошел и принес яблоко, все, выбрасывается что-то, вызывающее наслаждение. Ну, мы-то говорим о противоположной ситуации, ситуации рефлективной, когда мы желаем наслаждаться. Ситуация рефлективная – это ситуация нашей власти, когда мы властвуем собой. Мы стоим на вершине, мы являемся источником всех действий. Только она здесь не работает. Мы потерпеваем. Очень интересная проблема. С одной стороны, я хочу наслаждаться. Или я хочу железо, но чтобы получить железо, мне включается наслаждение. Да, но то уже самое, когда я желаю наслаждаться, это ситуация того, что у меня не хватает железа, в принципе, различается принципиально. Не отличается. Тебе кажется, что это я наслаждаюсь, я хочу наслаждаться. Я не наслаждаюсь, я только констатировал факт отсутствия желания, то есть организм желания. Еще раз, вы сваливаете опять потребности. Мы говорим, что потрудности все удовлетворили. Яблоко нужно не потому, что железо нужно, естественно. Откуда мы знаем? Мы не знаем, да. Откуда мы знаем? Хороший раз, что мы не знаем. Мы не знаем. Вот что вызвало желание яблока? Это не факт железа? Да, мы не знаем. У нас полная свобода. Именно когда я наслаждаюсь как таковой, я и свободен. Вот отсюда и заседание в ресторане. Сидишь в ресторане и, на самом деле, с одной и самим собой, благодаря вкусной пище. Да. Да, с одной и самим собой. Или железа не хватает. Либо железа не хватает. Либо четко. Вот если мы считаем эту ситуацию, что ситуация вот этого засиживания в ресторане, именно в гастрономическом, она отличается от ситуации просто удовлетворения своих физиологических потребностей, тем, что ситуация сидения в ресторане является ситуацией рефлексивной. То есть мы здесь относимся с самим собой. Мы оказываемся в чистом наслаждении сознания. Платон не в том месте искал чистое наслаждение сознания. Он пытался его найти в геометрии, ничего подобного. Оно находится не там, где именно находится. То есть в борделе и в ресторане. Это просто разная форма какая-то. Если ты находишь наслаждение в геометрии, то что ты в ресторане сидишь, что ты в геометрии занимаешь, разницы никакой. Ну кому как. А в чем разница? Ты сидишь, наслаждаешься едой. Ты же не едой наслаждаешься, ты же наслаждаешься своим желанием. Опять же к этим маркетологам. Теперь получается, что маркетологи должны апеллировать не к этому субъекту, который претерпевает, а к каким-то внутренним, безымянным, неведомым субъектам, который нас не движет. Которые включаются, нас куда-то ведут и так далее. К ним надо апеллировать. Вот к такому бессознательному. Очень интересный разговор. И тогда они должны придумывать такую технику. Так они и придумывают. Везде женщины полуобнаженные. Чтобы обойти контролирующие функции сознания, которые разговаривают на языке, вербальные функции. И к нему каким-то образом пройти. Чем прелесть вспомнил Петеростанова Хеллингера? Потому что ты показываешь своим телом. Потому что у тебя сознание, оно управляет у тебя вербальными способами коммуникации. Он что-то говорит, рассуждает. Но ты должен помимо него пройти к некоторым другим функциям тебя. Уже не сознание, а чего-то сопутствующего сознания. И с ним говорить. И язык жестов, кто как стал, кто кому как повернулся. Он говорит больше, чем что-либо еще. Но это не только в остановке. Все говорят, что в общении человек проявляется не в волновыми словах, а в то, как это ведет. Как это? То есть что? Такая специальная техника получается. Специальная сказка о маленькой девочке. Прошу прощения за прочность. Которая писает как бы в тонишке. Ей надо как бы объяснить, что это ночью писать не надо в кроватку. И тут приходит психолог и начинает рассказывать. Ой, там была какая-то девочка. Она пришла в домик. А в домике крыша дырявая. Трык-трык-трык. Из нее вода течет. А девочка взяла лесенку. На лесенке туда наверх залезла. Набила всяких заплаточек туда на крышу. И вода больше не течет. И девочка внимательно слушает, слушает, слушает. Это такая психологическая установка. Слушай, слушает. А потом это ей помогает. То есть в обход какого-то запретного механизма, который накладывает сознание. Мы ухитряемся мимо этого сознания, путем такой примитивной сказки, адресоваться к такому соусознанию или чего-либо еще, которое работает с нами, получается, вместе. Ну и сознание, да? Некая досознательная вещь. Влад называетесь субъектами, я бы назывался телами различными. Ну хорошо. Добраться к некому телу, ему это дело рассказать. Что вообще говоря, сознание да, чего-то сознание там у тебя блокирует, что-то еще. Ну не надо заниматься тем, что ты занимаешься. Поначалу. Не надо. И удается. Буквально он сегодня смотрел тот самый фильм «Брейкпойт». Я его на последний, который был 19-го года. Сам по себе фильм, конечно, полный отстой. Не ожидал. Но как раз вот люди, которые совершали какие-то там безумные поступки только ради того, чтобы насладиться. Вот чистое наслаждение. Рисковальдиск рискует жизнью буквально. Только для того, чтобы вот… Ну а ты с парашютом прыгаешь, зачем? Это же маразм, как бы, с точки зрения безопасности. Ну, с точки зрения… А поры идут, да? Но повышает вероятность умереть там, как бы, да? Зачем ты прыгаешь? Она не больше, чем ездить на машине и хождение по дороге. Нет. Делать не в этом. Делать не в этом. Получение вот некого наслаждения, да, действительно… Потому что как бы все маркетинговые уловки, они, как бы, примитивные. То есть, например, показывают человеку вместе с рассказом, что у них какая хорошая машина, красивая девушка. Ну, примитивная же эта штука. То есть, они… Ну, на всех автосалонах так. Вархвахтинговые, 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 паранетики или вархвахтинговые. Они пытаются апеллировать неким первоначальным, первоначальным интенсивным воспоминам. Здесь, кстати, не лишено некоторого смысла. Ну конечно. Для того, чтобы купить дорогую машину, ты должен ее заработать. просто актере не продадут зарабатывать и сам поменяющий сознание девушки у тебя будут автоматически пока ты это заработаешь перегрузками тебя заставляет машину покупать я заставляю работать на самом деле хорошо а почему девушки а если машины продавать женщинам то там и маскулисты и дела на ну кого кому как все таки скажем что-то среди покупателей машин мужчин кого как не да если вот эти нет просто как бы интересно было рассказать какую-то другую сказку о чем-то о чем почему активирующих все время к одному и тому же кому-то мужик то есть одной простой сексуальности чтобы это дело продать давно просто есть существует работе чем придумать но ну сколько можно вопрос тогда будет добиться нет сколько можно в таком случае когда хочется машины чего на самом деле хочется если есть как бы некое смещение желание просто хочется это показывает машину стали показывает машину сопутствующий как яблоко как яблоко что как яблоко что когда-то счастью все некоторые покупают машину как раз именно для того чтобы не женщина просто покупают а сколько машины просто потому что может себе позволить я не можешь позволить а машину можешь из этих двух выбираешь то что можешь вот уже модель которая рядом с машиной не можешь скажем так тебе показывают машину и женщину ты понимаешь вот этого бады не можешь а машина закрепит не ну там такая ассоциация предложить эти деньги ну кто может и вывезу машину и может и бады нет это не система ассоциаций там как бы женщина которая в машине там это смещается это на саму машину как бы и так далее там они пытаются вербальные функции отключить осознание осознание и прийти до вербальной функции то есть просто сексуальному желанию это понятно почему только сексуальному это не правда почему только сексуальному это не правда успех там работают сильнее там как раз наоборот если они хотят пробиться к чистому вербальному желанию то есть там уже сексуальному то машину покупать он не будет он будет желать женщин как раз наоборот и задача их как раз наоборот если ты желаешь просто грубо говоря наслаждения чего-то еще то тогда тебе все равно какое-то яблоко перед тобой достигается ли наслаждение вот еще вопрос говорят что да и оно так и остается неудовлетворяем знающие люди некоторых фильмах говорят что когда ты покупаешь и яхту ты счастлив дважды первая сказать ее купил и вторая сказать ее подал нет вот ну как бы выше разговора то вот это желание таком рекламе он пошли но можно его сделать разговор менее пошлым то есть перейти и обойти вот эту рекламе о строительных материалах ну как как-то перейти я это никогда сделать рекламу как не нечто обходящее сознание то есть обходящие нормальные функции языка просто взять их и обойти куда-то там куда-то что значит обойти вербальные функции к чему ты придешь к чему ты будешь апеллировать апеллировать то можно либо к животному сознанию на которое ты никак не влияешь либо к сознанию именно к животному сознанию потому что мы поговорили что обладает логика идиота одно значит для него другое одно значит другое для него ничего не значит для желания вообще нет формы есть просто желание ты хочешь есть просто хочешь и тебе не важно что это ты сформулировал на самом деле это правда судьи текаре до вербальное желание которые даже не желание называется просто непонятно что какой-то там какой-то порыв можно так выразиться как-то непонятно как потом мы когда пытаемся для себя сформулировать сознание мы сразу прибегаем к языку начинаем говорить о чем мы желаем что это желание что мы желаем яблоко не яблоко и так далее начинаем канализировать этот порыв какой-то внутренний да там и теми путями которые мы умеют причем социально приемлемыми да потому что нельзя желать там каких-то вещей да там запрещено и как бы мы это сразу отсекаем от себя и вообще-то остается в узком какую-то тоннель да там возможно как раз а задача состоит то чтобы вот до вербальном уровне как бы дать возможность пожелать все что угодно без этих вот этих вот запретов то есть как вот просто причем как было запретов нет потому что она не сформулирована никак ты просто как у тебя порыв какой-то какой-то счастье чего ты там у тебя счастье непонятно да это очень важно потому что тебя выходит из сознания но тебе тут же начинать деньги в команде считать конечно то есть сколько стоит машина сколько будет это эксплуатация стоит арматы я женщина и прочее то есть когда доходит уже непосредственно до вербального уровня сознательно то сразу взять куча всяких помимо социальных запретов еще действительно еще как бы и подсчеты всякие расчеты получается два варианта удовлетворение желания присознательно набрал денег и купил удовлетвориться или то которое было изначально первое которое было не а не а фон но вот например когда удовлетворяется вот известных супермаркетах купил машину около касс ставят такие специальные стойки и там кладут всякие батончики всякую чипуку мелочь они себя как раз рассчитана вот этот порыв на последние ты как бы ничего не желаешь ты уже идешь как бы ты стоишь и вот может порывы просто что-то там нам наложить там потом как когда сообразить зачем это нужно типа это какая-то гадость и прочее но ты уже вот в этом порыве как раз и набираешь да это у меня все настолько плохо что ни разу в этом корзинке ничего не купил то есть ты совершенно как бы рационально сейчас совсем как сократ я несколько раз всякое дерьмо покупала я просто как сократ который именно в этом и виновен что стал господином на своем веке ты правильно говоришь что в классической схеме на самом деле мы являемся господином своих желаний да то есть мы желаем то что хотим желать то есть буквально как-то даже странно мы разрешаем себе желать там сейчас как бы как мы являемся титу инстанции которые порождают желание классические схеме это это самое нас не учат артикулировать наши желаем что нас треть учат знаменитет этот самый запрос скажи а чего ты хочешь сформулировать до стоит ты знаешь чего хочешь а как можно тебе что-то запретить если тебе не научить на самом деле формулируют свои желания ты понимаешь каждый а я вот хочу там побить того матч к не на чек не нельзя типа а если не больше это формулировать просто души как как тебе запретить Тебя надо сначала вывести на некий уровень, потом все запретить, обложить всеми социальными условностями, а потом ты уже сам будешь думать, ну как, нельзя же бить мальчика, и все. А так ты в порыве захотел, побил, дальше пошел. Условно говоря, вот есть порыв, ударил, пошел дальше. У меня в детстве, когда я был маленький, пациент рассказывает, что я только дрался, я этого не помню, но я постоянно всех бил везде. Подходил и бил, не знаю зачем, я везде постоянно дрался. Но у меня от этого никакой памяти не осталось. Заброс лучше всего у вас, поэтому, видимо, был. Все били. Не знаю, я просто имею в виду, что есть же такое желание какого-нибудь памяти. Нет, бывают, да, такие, собаки бывают такие маленькие, потом с вас же приходят, начинают драться, дети бывают такие. Не, ну как бы, ну вы, опять же, забываете темную сторону. Есть же маньяки, да, маньяки, они социально, когда они в социальной среде, они же не хотят, они даже понимают прекрасно, что это плохо, часто понимают, что это плохо там убивать людей, там туда-сюда мучить. Но у него раз порыв, понимаешь, он как бы, может, не знаю, что он делает, выключается у него сознание, что там осуществляется там. Или он теряет власть над самим собой, и он там уже начинает резать, пилить там и прочее, насиловать, убивать. Это же такого, что это же мой сплошь и рядом же, оно же есть, оно же рядом живет. Он наслаждение получает от этого? Ну а как? Вот этот порыв реализуется, это как канал. Он говорит, есть канал энергии, да. Вот он как бы он бьет. Реализация и наслаждение, мне кажется, немножко разные вещи. Ты можешь реализовать, но при этом наслаждение не испытывать. Нет, что такое воспитание? Смотри, если мы не являемся источником наших этих порывов, то есть если порыв из нас как-то самим ключом бьет, то фактически вопрос идет о том, контролируем мы этих порывов или нет. Воспитание состоит в том, чтобы научиться их контролировать. То есть сознание? Да. С помощью сознания выводить на уровень сознания, например, грибалин все это описывать, находить понимание, что делать можно, что нельзя в социальных условностях и этим жить. А представься, что если у тебя порыв такой силы, на самом деле, что у тебя нет никакой возможности его контролировать. Что тогда происходит? Тогда происходит, даже нормальные люди могут возбудиться и кого-то изнасиловать, славно говоря. Ну это страх без ничего. Или с ним нельзя никак бороться. Или страх, или гнев, или ярость. Это же постоянная ситуация, с которой мы имеем дело. На самом деле, вот эта средняя ситуация, когда мы вроде как себя контролируем, она на самом деле, ситуация во многом неестественная. Она порождена неким нашим социальным совместным бытием. Естественная ситуация, как раз то, что мы реализуем, сразу возник порыв и сразу реализовать его. В уголовном кодексе же есть акт в состоянии аффекта. То есть человеку в состоянии аффекта, он не подлежит, в некоторых смыслах, осуждения. То есть это был несознательный акт. Ну как не подлежит, что убил человека, сказал, да? Ну если он несознательный аффект, это не является аффектом. Это является смягчающим обстоятельством. Это уже не очень важно такое. Понятно, что мы понимаем, что здесь есть какие-то смягчающие обстоятельства. Это к тому, что есть осознательное, то, что человек может управлять действительно, то, что ты говоришь, это осознание. А есть вот то, что… Управлять он, я говорю, условно может. Только он в среднем уровне может управлять. Если есть слишком сильный парень, то он уже не управляет. То есть, например, задайте себе вопрос. Если условно говоря, в лесу там встретится какая-нибудь молодая смазливая девушка, там никого нет, вроде там непонятно. Можно делать, что хочешь. Что случится, да? Да, и за это ничто не будет, никто не узнает. Есть же воспитание. Ну вот есть воспитание, но как показывает практика, воспитание имеет пределы свои. Ну что, давай ясно. Ну все? Ну пока ничего не ясно. Ну хорошо. Ну… Ну… Ага. Ага. Ага.